О чем я буду говорить, это вот исследование, о котором сказал Доброн. Делали мы его вместе с Юрией Флоринской. Вот на обратной стороне обложки есть наши фотографии, небольшие биографии. Это тоже сотрудник нашего центра. Само исследование, оно было в 2014 году. Пожалуйста. Ага. Значит, выборка 1750 человек. 400 в Кыргызстане, 400 в Таджикистане, 400 в Казахстане и 650 в России. В том числе 100 было опрошено повторно, потому что их опрашивали в Оренбурге и Тамбове, где есть специальные центры адаптации для мигрантов. И там был повторный опрос, с кем, чтобы понять после занятий с мигрантами, насколько лучше стали знания о туберкулезе. Я буду говорить только по той части, которая касается туберкулеза, потому что по ВИЧ делала Юлия Флоринская. И сегодня я не буду по этой части говорить. Пожалуйста, следующее. Значит, вот это распределение. И мы видим, что в Москве у нас было 4 города. Кроме того, в Оренбурге, о которых я говорил, был еще Волгоград и Москва. Пожалуйста. Если мы говорим о знании мигрантов о туберкулезе, то основное знание из сообщений по телевизору и СМИ. От врачей около трети. То есть на этот вопрос можно было выдать несколько оплеток, потому что в сумме, конечно, 100% не будет. Тех, кто сказал, что на туберкулезе не знает ничего около четверти, это что, в общем, довольно тревожно. Потому что это каждая четвертая, они ничего об этом не знают. Но тем не менее, вот, это очевидно, что всегда из СМИ, из телевизора всегда больше узнают. И, соответственно, такая рекомендация была, чтобы сильнее использовать этот ресурс для того, чтобы о каких-то вещах рассказывать. Пожалуйста, следующее. Вот, если мы разделяем знания, то мы видим, что, скажем, вот, незнание о узбекистанцах выше, чем о остальных категориях мигрантов. И вот, к сожалению, можно констатировать, что то же самое было и по ВИЧ. Они хуже знают о этих болезнях, хуже знают, как лечиться. И вот дальше будут, дальше это будет хорошо видно на примере. Пожалуйста, дальше. Значит, мы спрашивали напрямую, да, излечим ли туберкулез. И вот, это, опять же, те затруднявшиеся ответить, которые просто не знают, да, об этой болезни. И, ну, и около 4% ответило, что нет. Пожалуйста, следующее. Если мы будем смотреть по сторонам проживания постоянного, то вот мы видим, что у Узбекистана вот этот тревожный желтый столбик затрудняется ответить выше остальных. И знания, да, вот синий столбик, он тоже ниже остальных. Значит, вот если по Таджикистану, то здесь ситуация как раз наиболее утешительная, потому что вот Таджикистанцы лучше остальных осуществленные. Пожалуйста, следующее. Значит, знание – это, скажем так, мнение экспонента о том, знает он или нет. Но если мы идем глубже, да, и хотим достигнуть понимания, действительно ли он знает о туберкулезе так, как мы это имеем в виду, то есть довольно глубоко, не просто поверхностно, то мы спрашивали, можно ли прервать курс лечения туберкулеза. И вот, к сожалению, только чуть немногим, более половины, значит, ответило, что нельзя это делать, а остальные затруднились ответить, что, в общем, можно расследовать, как не знаю, да, или нет. Ну, просто, то есть можно, может быть. Может быть и нет, но скорее, значит, можно. И вот 3,5% ответили, что да, можно прервать. Пожалуйста, следующее. Если мы по странам распределения, то вот у Узбекистана мы видим, затрудняюсь ответить, он почти на третий. Да, то есть вот те, кто даже знает, что там туберкулезе, знание их очень зыбкой поверхностной. Тем не менее, вот, скажем, по Таджикистану знание лучше, чем по остальным странам. Но, к сожалению, незнание, вот тоже около трети, то есть это неглубокое знание. Вот, третье, можно сказать, что знание неглубокое. И следующее, пожалуйста. Значит, как передается туберкулез, был открытый вопрос, они давали свои ответы, а потом мы уже просто зачисляли, правильно, неправильно. И вот мы видим, что правильно, в общем, ответили 82%, что хорошо, конечно. Но, пожалуйста, следующее. Но это из тех, кто что-то знает, да, тех, кто ничего не знает, мы отсекали этого. И вот мы опять-таки наблюдаем, что в распределении по странам, вот это, затрудняясь ответить, возрастает уже у Таджикистана до 20%. И в Узбакистане оно 9%, но это просто, как я оговаривался, уже надо понимать, что тут исключены те, кто с самого начала сказал, что не знает ничего о туберкулезе. Пожалуйста, господин Анатольевич. Насколько вы обеспокоены тем, что вы можете заразиться туберкулезом? Потому что мигранты в России зачастую живут скученно, да, и вот есть ли опасения такие, что живя в такой, значит, в такой ситуации, если сосед заражен, то ты тоже сможешь заразиться? И, в общем, никогда не задумывались больше двух третей. Да, нельзя сказать, что россияне очень сильно задумываются о состоянии своего здоровья, о том, что тоже могут себя подвергнуть риску, но, в принципе, вот этот подход, несмотря ни на какие кивоки эти, он не удовлетворительный. Но это картина, которую мы имеем. Да, иногда думаю об этом 21%, и очень это вот 6%. Это, конечно, не утешительная цифра. Пожалуйста. Если мы распределение смотрим, значит, по Таджикистану, да, то вот не задумывались 61%, по Кыргызстану 35% не задумывалось, и Узбекистану 80%. Вот такие самые беспечные, получается, мигранты у нас опять из Узбекистана. То есть нам слабее знания, слабее беспокойство по этому поводу, и вот такая тенденция, она просвеживалась по всему исследованию. Пожалуйста. Следующий. Значит, с кем будут советоваться те люди, которые подозревают у себя туберкулез? Отрадно, что все-таки 83-84% сказали, что с доктором, потому что это важная, правильная реакция. С членами семьи вот 49% кроме того, конечно, будут советоваться, делиться своими спокойствами, но с работодателем на уровне статистической погрешности, потому что, конечно, все по сарапанному радио так или иначе понимают, что это просто грозит депортацией, если они не советуются. И он, конечно, просто его выгнет. Даже там не депортация речь, а он просто выгнет его сработать. Так же, как, скажем, с членами семьи тоже половина, потому что существует вот такое убеждение, основанное в том числе на плохом знании об этой болезни, что если не сказать, тогда ты не станешь таким стигматизированным членом семьи, но все равно это плохо, потому что человек, семья, в принципе, имеет право знать, чтобы какие-то меры предпринимать, защиты и так далее, чтобы, может быть, помочь. Но вот это вот устойчивое ощущение будущей стигматизации, оно отталкивает. И тут и в половине случаев они, в принципе, будут советоваться. Пожалуйста. Значит, куда же обращаться? Мы спрашивали, и ответ тоже должен был подразумевать ответный адрес. Вот, не знаю, где-то 46%. Причем, так как у нас проходило это в нескольких странах, я вот не заострил на этом внимание, проходило в России, проходило в Таджикистане и в Киргизии, и в Таджикистане и Киргизии опрашивали тех, кто имеет опыт миграционный. И там, конечно, они больше отвечали, потому что это местная какая-то больница или поликлиника, в которую они обычно в других случаях ходят обращаться. Но вот, все-таки, нет, 46%, почти половина, да, это следующее. Почему же люди, которые заразились туберкулезом, там, да, они не обращаются на помощь? Это мы спрашивали самих мигрантов. Почему, как вы думаете, это происходит? Вот одна из важных причин, у них нет денег на лечение, да, то есть существует такая убежденность, что нет ресурсов, чтобы обеспечить бесплатное лечение, хотя такие ресурсы есть и в России, да, вот в Таджикистане и в Киргизии. Но вот это одна из таких причин. Вот про стимон, то, что я говорил, боятся, что узнают близкие и перестанут общаться. Около третий, там, да, 30%. Это жесткая убежденность. И не знают, куда обратиться, вот тоже 32%. Ну, тут вылезают, конечно, боятся депортации из России. Это, конечно, отвечали те, кто в России. И те, кто имеют миграционный опыт, боятся потерять работу, да. Но не верят в возможность вылечиться только 10%. Ответили, все-таки, утешительная довольная цифра. Пожалуйста, следующее. Когда же делали флюорографию, да, те, кто должен заботиться о своем здоровье, периодически наблюдаться? Никогда 10%. Каждый десятый никогда ее не делал. В прошлом году 23%, более года назад 44%. То есть, вот, 44% это группа риска. Да, они не периодически, не периодически, значит, это делают. В прошлом году, в общем, тоже уже довольно критически подходит. То есть, примерно около двух третей находится в группе риска. Да, ну, а одна десятая просто повышена группе риска. Так, следующее. Если мы смотрим по странам постоянного проживания, да, вот мигрант прожируем, то тоже мы видим по Узбекистану, столбик более года назад высокий, да, и никогда тоже самый высокий. Собственно, вот картина повторяется. Мы также попытались оценить, да, масштаб вот этого явления глазами мигрантов. Мы спрашивали, есть ли у вас родственники или знакомые, которые болеют туберкулезом, заразились туберкулезом. Вот, есть такие на родине, ответили, 10%, и есть в России 2%. Но, безусловно, это вопрос по отношению к мигрантам в Средней Азии лукавый, потому что традиционно связи очень тесные, и даже дальний родственник, да, с которым там россиянин, может быть, никогда в жизни своей не будет общаться, он в Средней Азии член семьи, довольно полноправный, да, он приходит на свадьбы, более тесные связи. Поэтому, в общем, эта цифра, с одной стороны, показательна, а с другой, не очень. Но, тем не менее, масштаб вот, примерный, можно понять, оценив, что вот это допущение... Вот, допускаю, пожалуйста. Значит, общие выводы, да, в этой брошюре, о которой, может быть, у вас уже у всех есть, там выводов больше, но вот туберкулезом можно сказать, что знание о нем, к сожалению, вся в верующем народе, далеко нельзя. Потому что... И особенно тревожная, как я уже говорил, ситуация складывается именно с узбекистанцами. Кроме того, уровень знания о излечимости в среднем не превышается в 23%, что тоже печально, да, это вот есть с чем работать. И, значит, вот превенция, да, предотвращение, к сожалению, не на высоком уровне. И в этом смысле проекты, вот, в которых, мне кажется, не сказал Даврон, вот с этой передвижной машиной, флюорографикой, по дальним селениям, да, мне кажется, это очень эффективно, потому что люди, наверное, просто не имеют доступа, да, поехать в больницу, там, за довольно большое количество километров, чтобы сделать флюорографию, это исключительный случай. Должна быть очень сильная мотивация. Кроме того, то, о чем, вот, как говорила коллега, что лечить, там, туберкулез, не лечить ВИЧ, или, наоборот, лечить ВИЧ, не лечить туберкулез, это такая плохая стратегия, потому что, вот, медики, в общем, объединяют эти две болезни, когда она есть у человека, в третью, да, то есть это иной тип просто подхода, иной тип лечения, иной тип лечения для такого человека. Пожалуйста. И я хотел бы еще немножко сказать по состоянию здоровья, да, у меня сейчас только что закончился проект по женщинам из Центральной Азии, таджички и киргизки, да, это было, пожалуйста, очень. Это был опрос анкетный в пяти городах России, 1200 человек, это было 80 глубинных интервью и три фокус-группы с таджичками, киргизками, с учителями, в классах которых учатся дети-мигранты. И, ну, вот, пожалуйста, следующее. И еще следующее. Значит, мы попросили этих женщин оценить свое здоровье, считают ли они свое состояние здоровья хорошим, удовлетворительным или плохим. И вот мы видим, что, скажем, таджички, среди них 5% сказали, что они здоровье свое считают плохим, да, вот киргизок меньше. Хотя, безусловно, все, я уже почти закончил три графика. Удовлетворительным, да, в целом получается, что около более чем треть, таджички говорят, что здоровье удовлетворительное, около 32% киргизок об этом говорят. Остальные говорят, что хорошее. Но, в общем, оценка это тоже, на мой взгляд, включая то допущение, что отношение к своему здоровью, оно довольно упустительское. Да, это общая ряда постсоветского пространства. И еще это говорит о том, что в орфер-миграции всегда идут здоровые люди, да. Но, тем не менее, вот следующее, пожалуйста. Мы спрашиваем, мы спросили их, год назад ваше здоровье было таким же или оно было лучше. Да, и вот около 23% таджичек сказали, что здоровье за год, за год ухудшилось. Улучшилось за около 20% в целом, вот у нас на уровне 16% от киргизок, так сказала. Улучшилось тоже есть, да, но это может быть связано с другой системой питания, что человек питался плохо, он переехал в более лучшие условия, или просто, это, как говорят, молодые люди, например. Но, вот, больше двух третей, там, три из четырех сказали, что здоровье оставалось без изменений. Хотя, безусловно, все люди не помолодели за этот год, да. Но, тем не менее, вот это довольно серьезный показатель того, что мигранты оставляют в ответ на заработанные деньги в России свое здоровье. Потому что это связано с тем, что они составляют с техникой безопасности, они работают в тяжелых условиях, на тяжелых работах, и платят за это своим здоровьем. Пожалуйста, Сленович. Как же лечатся эти женщины, которых мы опрашиваем? У них у всех, значит, у них у всех, у большинства стратегия, вот о том, о чем говорил уже мой коллега Даниил, лечение откладывают до последнего, на потом. И только при острой необходимости к врачу идут около 40%. Ну, и, значит, лечение по платной медицинской страховке, это около 10%. И в нашей выборке были и те, кто имел российский паспорт. И в основном это те, кто имеет российский паспорт. Потому что критерием отбора было наличие таджикистанского или киргизского гражданства. Но, скажем, среди киргизов около 300 тысяч, да, имеют паспорта российский. Среди таджиков тоже есть такие люди. Это в основном вот эти 10%, да, это попали те, кто имеет российское гражданство. Заводится о своем здоровье настолько, чтобы купить платную страховку, да, которая покрывает необходимые вот услуги, это пока исключение. И вот мы видим, что прием лекарства по совету знакомых или на основе рекламы или из интернета, это вот две таких статьи. По совету знакомых, конечно, больше, потому что так же, как и работают, ищут по совету знакомых, так и лечатся по совету знакомых. И замуж, может быть, или женятся тоже по совету знакомых. Это такое недоверие общее к сервисам, которые существуют отдельно, вот, комьюнити. Но, тем не менее, вот эта печальная цифра, о которой говорил Даниил, она вот во всех исследованиях у нас видна. Пожалуйста, следующее. Это небольшая самореклама. Вы можете присоединяться к нашему журналу, потому что там мы постоянно стараемся какие-то миграционные новости, исследования на русском, на английском. Спасибо большое.